это младшая школа я не знаю что там происходит грех жуткий может то что сегодня нет этой дверей ведь эта бабочка гасится около столба никуда не улетает сегодня день открытых дверей в школе у дочери школа достаточно старая по моему школе уже 55 лет японские детки как и в нашей советской школе сами все убирают сами раскладывают на стол обеды в школе 50 лет недавно они праздновали я в японской школе не учился поэтому я даже не представляю что они там урут мне кажется тут через 10 лет все будут в масках ходить этот маразм он не лечится никак вот древо жизни у них красивая пышная все японские школы похоже все однотипные все одного цвета такого цветла по мне так больше на психушку похоже но может такой цвет наоборот успокаивает видимо это тепловиза как и Школьный стадион. Ну, это класс наш. Класс математики. Такой вот класс. Ну, сейчас у всех где-то кайпады. Даже домой их можно забирать, ну, естественно. Там у них только учеба. У каждого свой шкафчик под рюкзак. Вот эти школьные рандосеры, называются рюкзаки. Достаточно дорогие, ну, от 300 долларов до 1500 долларов, наверное, стоят. Есть всякие брендовые. Но, опять же, он на всю школу, на все пять лет. Поэтому сделано очень хорошо, очень качественно. Несмотря на то, что они, конечно, и в хвост, и в гриву кидают, и бросают. Каждое место вот у японского школьника. Вот у них еще здесь сменка висит, наверное. Еще нравится, что обязательно стоят умывальники для рук. Ну, во-первых, они в классах едят сами. Им разводят специальные обеды. Ну, помимо туалетов, здесь еще есть вот такие умывальники. Очень удобно. Начальная школа, такой вот класс. Доска большая. Здесь хранятся айпады. Есть дни, когда они айпады могут собирать домой, чтобы делать домашку на них. Здесь висит сменка. Вот туалет есть. И клюво, что есть умывальники на каждом этаже.